Взятая из старинной энциклопедии. Она скончалась в бедности. По странной случайности, гроб с ее телом повстречался с памятником Пушкину, ввозимым в Москву с металлургического завода. Ей давно не спалось в дому деревянном. Подходила старуха, как тень, к фортепиано. Напевала романс о мгновении чудном. Голоском еле слышно, дыханием трудным. А по чести сказать о мгновении чудном не осталось грусти в быту ее скудном. Потому что барыня в глухой деревеньке проживала, как нищенка, на медные деньги. Да и, Господи Боже, когда это было? Да и правду ли было? Старуха забыла. Как по лунной дорожке в сверкании снега приезжала к нему вся том лень и нега. Как в объятиях жарких, в молчании ночи он ее заклинал, целовал ей очи. Как уснул на груди ее и дышал неровно, позабыла голубушка Анна Петровна. А потом настал ее час последний, и всесветная слава, и всесветские сплетни отступились потупчик под мирной кончиной. Возгласил с волнением сам благочинный о блаженном успении, вечный покой ей. Что в сравнении с этим, счастье мирское, ничего не слыша, спалады, сдыханно, раскрасавица, керн, боярня Анна. Отслужили службу, панихиду отпели, по Тверскому тракту полозе скрипели, и брели за гробом, полыхались в поле, из родней знакомцев десяток, не более. Ни сановный люк, ни знатные гости поспешали зарыть ее на погости. Да лошадка по грудь в сугробе завятла, да крещенский мороз скрипчал, как внасла. Но пришлось в процессе и то сторониться, придержал, осадил, правее возниться, потому что в Москву по воле народа возвращался путник особого рода. Вот он, отлит, надива, изгулкой бронзы, шляху снял, загляделся на день морозный. Вот в крылатом плаще, в гражданской одежде, он стоит кудрявый и смелый, как прежде, только страшно вырос. Прикиньте, смерти! Сколько весит на глаз такое бессмертие! Только очень юно и очень спокойно. Поглядите, проправленки! Точно такое он! Так в последний раз они повстречались, ничего не помню, ни о чем не печались. Так метель своим крылом безрассудным осенила их во мгновение чудном. Так метель обвенчала нежно и грозно Смертный прах старухи с бессмертной бронзой. Двух любовников, страстных, отпылавших грозно, попросили слава, а встретились поздно, поздно, поздно. Браво! Спасибо!